Рината Глазг, химбаронесса В жизни Ринаты Глазг случалось всякое. Ее родители были талантливыми алхимиками из ауна, которые создавали новые лекарства. Они любили свое дело и заботились о людях, поэтому лечили всех нуждающихся, даже если те не могли заплатить. Рината привыкла ложиться спать голодной. Взгляды родителей она не разделяла, но изменить обстоятельства пока не могла. Ей снилось, как в пилтоверские врата солнца заходят корабли, а она, Рината, стоит у руля и меняет курс собственной жизни к богатству, которого в мире было так много. Когда девочка подросла достаточно, чтобы помогать родителям, стало ясно, что особенного таланта к алхимии у нее нет. Зато она всегда знала, как заработать. Прежде всего, она убедила родителей, что им не придется просить с пациентов больше, чем те могут заплатить, если начать лечить более состоятельных заунцев. Это был первый коммерческий успех Ринаты. Довольные пациенты хвалили глазков своим начальникам и покровителям, а те уже платили за работу по расценкам Ринаты. Вырученных денег хватало, чтобы компенсировать бесплатный труд. Однако это не принесло комфорта и достатка. Все свободные средства глазки поступили на разработку невероятно сложной формулы химтека, которая могла продлить жизнь тяжелобольным. У лекарства были побочные эффекты. Пациенты становились слишком внушаемыми или слишком агрессивными. Алхимики продолжали трудиться и улучшать препараты, несмотря на бесконечные неудачи. И только Рината, разозленная тем, как родители потратили заработанную ей деньги, искали способ применить существующую формулу. Слухи об исследованиях читы глазков достигли пилтовара, в том числе влиятельных глав кланов, чей бизнес был завязан на чудотворных средствах из-за ауны. Конкуренции и рисков никому не хотелось, поэтому они просто заплатили кучки миротворцев, чтобы те решили проблему. Рината проснулась от криков родителей, дом полыхал. Она не сумела спасти родителей, вдобавок лишилась руки. У Ринаты осталось только уцелевшее во время пожара обрывки исследований и уважение за аунцев, которые заслужили ее родители. Девушка поклялась, что не повторит ошибку и ничего не станет делать задаром. Вместо этого она пустила скромное наследство в дело, надеясь получить все, чего и не хватало раньше. Деньги, власть, контроль. Она начала строить империю. Шли годы. Рината запустила несколько деловых предприятий, не крупных, но успешных. В процессе она наладила отношения с не самыми приятными, но влиятельными личностями по всему городу. Она давала людям работу, одолживала им деньги и посылала лекарства их больным детям, но всегда требовала плату. И если не хватало монет, люди платили верностью. Рината быстро поняла, что самой редкой и ценным ресурсом в зауне была изобретательность. Она решила вложиться в молодых бедняков, наделенных смекалкой и нестандартным мышлением. Она предлагала работу и обеспечивала их семьи, а взамен заставляла подписывать бессрочный контракт. Самые бедные не могли позволить себе отказать. Благодаря им Рината располагала новейшими разработками и десятками способов применить препарат, доставшийся в наследство от родителей. Ее доходы взлетели. Рината основала Glask Industries и купила первую фабрику для производства элитной химтековой продукции. В дальнейшем таких фабрик стало несколько десятков. Приобретая все, от шахт до танцевальных залов и перерабатывающих предприятий, Glask Industries быстро захватила все новые позиции в зауне. Это не понравилось монополистам, чья сфера влияния оказалась под угрозой. Одного за другим Рината убедила их стать ее деловыми партнерами. Таким образом, Рината незаметно для всех стала настоящей химбаронессой. Никто не смел идти против нее, опасаясь лишиться собственной прибыли. Glask Industries процветала, но сама Рината оставалась в тени, выжидая удобного момента, чтобы сделать следующий ход. Наконец, случай представился. На химтековом заводе произошла авария, и улицы заполнили клубы ядовитого дыма. Таких крупных бедствий в зауне не случалось десятки лет. Посреди удушающего серого дыма представители Glask Industries раздавали желающим простые респираторы и фильтры к ним. Совершенно бесплатно. Теперь весь заун узнал о Ринате Glask и ее доброте. Она получила всеобщую преданность. Слухи о щедрости Ринаты дошли и до Пилтовера. Владелицы магазина верхнего города, наконец, заинтересовались элегантной и изысканной химтековой продукцией Glask. Вскоре она захватила все полки. Со временем у любого уважающего себя жителя Пилтовера появилось хотя бы одно устройство в Glask Industries. А самые богатые теперь соревновались за право сестре рядом с Ринатой в опере или на выставке новинок. Однако сама она никогда не стремилась быть заунской химбаронессой или любимицей Пилтоверских воротил. Нет. Ее цель захватить главный источник дохода Пилтовера. Врата солнца. Которые так часто снялись ей в детстве. Тот, кто управляет вратами солнца, управляет торговлей. А тот, кто управляет торговлей, управляет миром. В каждом товаре от Glask Industries, в Пилтовер, так и в Зауне скрыто крупится препарат ее родителей. Стоит Ринате нажать на кнопку и препарат подействует, давая побочные эффекты. А это означает только одно. В скором времени все будут работать на Ринату Глазка.